Доброе утро! Хочу вас познакомить со своим пузожителем. Была позавчера 2 литра апельсиного сока подряд. Да, я лопнула. Да, я не могла двигаться, но я это сделала. Папа мне в самом детстве говорил, что у тебя, говорит, пузо, говорит, больше, чем грудь. Очень крутой фильм, любительская съемка. Советую всем ее посмотреть, он есть на ютубе. И еще попу буду качать. Пока что настой хороший. Вот, поэтому мы с сегодняшнего дня начинаем 10-дневный такой забег в носоках. Ну да, и ничего не хочется ни работать, ни читать, ни фильм смотреть, вообще ничего. Вот в такие моменты очень хочется пиццу с сыром. Потому что кажется, что это запреты. Но это не запреты, это просто попробовать новую реальность на вкус. Вот так. В принципе, вот, буду каждый день снимать несколько раз видео. Так, первый сок сегодня это апельсины. Апельсины и лимоны. Не лезет. Апельсиновый сок, особенно после голода, это просто что-то неимоверное. Очень вкусно. Так, это уже второй или третий стакан сока морковно-яблочного. Ты сам. Зеленый сок регулирует опять балласт его организм. Обычно это сельдерей, брокколи, салат, листья салата, петрушку. Все в топку. Вот в эту. То ли он получается не мерзким, то ли у меня изменились вкусовые рецепторы. Раньше я не мог вообще на него даже смотреть. Смотреть. Я нашла очень крутой сельдерей. Он, наконец-то, не порченый и хороший. Здесь томат, базилик, чеснок, лук. Наверное, много чеснока, целая туда головка, ой, лука пошла. В целом прикольно, на рецепторе прям давит. Я бы скажу вам, это вкусно. Это прям как суп. Сейчас мы будем делать сок, я назову его суп. Это базилик, перчик, лук, чеснок и томаты. Сразу же быстро пей, не надо его отстаивать там. Ну что, это вот этот вот суп-сок. Это очень вкусно. Это как борщ, только холодный. Вот такие моменты. Очень сильно хочется жрать вот эту пиццу. Сознание до хрен его знает. Я до сих пор хочу булки. Я до сих пор хочу есть хлеб. Все диеты говорят, меньше ешь, ты похудеешь, меньше жри булок, ты будешь стройный. А я не хотела меньше жрать, понимаете? Я хотела. Сейчас, не знаю, посмотрим, наверное, усну. Именно так готовят пиццу неаполитана. У тебя прыщик на лице. Ну что, это день второй. Время полвосьмого. Много болела голова, ночью проснула. Смотрите, кто. Буду стоять и чокаться ждать. Собирем должно, мне кажется, быть вкусно, потому что он придаст такую дерзость и соку. 350 миллилитров яблочного сока отправляют сюда. Сок номер два, в день номер два. Это сок из красных яблок, больших таких. Пойти в спортзал, потому что так, что я точно пойду, хоть даже и в купальник, и думаю, ничего страшного. Элипса это перетерпит. Вот. Сейчас попью сачок морковь и сельдерей. Тут где-то 400 миллилитров. Ммм. Из холодильника. Со свеклой, например, соки очень вкусные, реально. Я разбомбил кокос. Нажат нет, нормально, как раньше в Таиланде было. Кстати, еще очень важный момент про голодание. Это правильный вход и правильный выход из него. Доброе, доброе утро. Доброе утро. В общем, Игорь сказал снимать видео с просония. Не буду вам показывать всего, но нормальное состояние. Есть не хочется, хочется сока, воды. Смотрите, какой красивый получился сок из этих ингредиентов. Грайпфрут, апельсин, лимон. Но сверху это просто вообще какая-то сказка. Короче, решил сегодня добавить чуть-чуть побольше имбиря. Это очень прям, ну, такой вот он, острый. Короче, это зеленый сок, третий день, первый сок. Утро, зеленый сок. И с имбирем очень много имбиря. Вот, вот, вот так красиво. Фу, в общем, что, набеговая дорожка пару дней не работала. Пришлось мне покататься на велике. Покатавшись на велике, я понял, что это тема. Забы бахать пол-литра, как минимум. Я поняла, оказывается, чтобы иметь кубики, накачанную задницу и офигенное тело, вообще не обязательно животный белок. Это всего лишь людские стереотипы и наш мозг, которые заставили думать таким образом. Вот, поэтому у нас как раз конец третьего дня. Четвертый день. Опять пол-восьмого. Как прям по будильнику встаю, просыпаюсь. Поэтому просто не будьте овощем. Кстати, я сейчас заметила, что кожа-то у меня стала чище гораздо. Раньше я ходила к косметологу, но раз-два в месяц делала чистки, мне что-то кололи. Ну, в общем, и все как-то было временно. Вот, а сейчас кожа справляется сама, но скраб вообще это минимальное, чем я пользуюсь. Вот, и вот доброе утро сок. В общем, что, кстати, сегодня, Паха, я там записал в туалете видео и сейчас. А что я подумал, когда Игорь сказал о том, что, салава, я хочу 10 дней голодать. Я думаю, ты что, улитка что ли или кто? Ну, а так порадовался и очень было интересно наблюдать за этим экспериментом. Вообще все, чипсы, колу, ну, все говно, короче. Сегодня сходил в туалет, хотя не ел ничего, 7 дней. То есть, видимо, организм очищается действительно от всякой херни. И это еще один сок за сегодня. А я приехал в магазин за продуктами. Состояние огонь, настроение огонь, все нормально, есть не хочется. Так, решил себе сделать супчик под вечер. Перец, огурец, перец, лук, чеснок и... Все елась, нахозы елась. Базилик. Четвертый день вечер, хотел есть, захотел есть. Ну, хотя вряд ли, непонятно еще. По бизнесу, то есть, ну, что-то где-то расчертить, план дальнейший и так далее. Вот. Я прямо разоминаю и начинаю. Знаю ли я, что овощи обладают полезными свойствами и кучей всяких микроэлементов? Я думаю, что у меня эта информация была, я догадывался. Ну и что с того, ребята? Веду ли я здоровый образ жизни, пью соки или ем ли овощи? Овощи ем очень редко, соки свежевыжатые пил последний раз, этак, с месяц назад. Особого желания как такового и нету. Не вижу потребности, не вижу свою ценность в этом. Все, я жирный, я пошел есть бургер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!